6 мая. Мы находимся с командой бойцов «Махач» на сборах в Карпатах. Сегодня мы собрались для того, чтобы ответить на некоторые ваши вопросы и провести жеребьевку для наших гран-при. Так, тишина. Позорить эту. Начинаем жеребьевку. 1,16, правильно? Средний вес гран-при за Toyota Camry. Погнали! Добрый вечер, друзья. 6 мая. Мы находимся с командой бойцов «Махач» на сборах в Карпатах. Друзья стоят немножко за кадром. Можете сейчас пошуметь чуть-чуть. Сегодня мы собрались для того, чтобы ответить на некоторые ваши вопросы и провести жеребьевку для наших гран-при в двух весовых категориях. На данный момент мы отсняли 4 сезона «Махача». На сегодняшний день мы выкладываем еще третий сезон. Поэтому, когда я буду доставать листики с парами поединок, который не вышел на YouTube, я буду уговорить там пару боец номер один, боец номер два. И победитель этой пары будет проходить далее в гран-при. То есть, чтобы вы для себя знали. Турнирная сетка будет формироваться последовательно по пути того, как я вытягиваю листики с бойцами. Это я для вас, ребята, объясняю, чтобы вы понимали, как будет сетка выглядеть. В любом случае мы это в конце видео покажем, зафиксим, чтобы все смогли увидеть, почитать и прочитать. Также скажу несколько моментов касательно гран-при. Поскольку у нас ивенты проходят в среднем раз в полтора-два месяца. И бывает такое, что боец победил, но у него там какая-то серьезная травма. Тогда автоматом проходит боец, который с ним дрался далее в гран-при. Если оба бойца имеют травмы, тогда проходит боец, и сейчас мы как раз попросим вашей помощи. Проходит боец, за которого будет больше всего комментариев под этим видосом. Например, вот, даже если ваш боец дерется успешно, побеждает, вы можете его как можно дальше продвинуть в гран-при. Если вы будете под этим видео писать комментарии, например, Вова-Пижон, 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 Вова-Пижон. Чем больше комментариев, тем больше будет у Вовы шансов вернуться обратно. Вова не проиграл, если что. Просто, чтобы вы были в курсе. Какие-то вопросы еще у нас остались, друзья, для вас, для бойцов? Все понятно? Все понятно? Можем начинать? Можем начинать. Сразу попрошу прощения. Листики с бойцами, с семенами бойцов принесли вот 10 минут назад. Они маленькие. Думаю, на честное слово и бойцы поверят, и вы. Я буду Вове-Пижону давать эти листики. Начинаем жеребьевку. Одна шестнадцатая, правильно? Средний вес гран-при. За Toyota Camry. Погнали. Итак, первый боец. Смолинский Вадим. По прозвищу, если не ошибаюсь, Вадяха. Парень из Ровно. Вова, пожалуйста, пусть у тебя там лежит. Тянем. Будет драться он против... Леша, как правильно сказать твою фамилию? Широков Алексей. Сегодня он с нами на сборах. Итак, первая пара у нас есть. Следующая пара бойцов. Победитель в поединке двух бойцов. Семкин Святослав и Колесник Вячеслав. Вова, ты проверяй, чтобы я правильно сказал. Победитель этой пары встретится с победителем пары Коляда Владимир и Шопен Евгений. Ловите, ловите, ловите. Третья пара. Камаев Артур. Вова, держи сразу. Боксер с Донецка, кажется, если не ошибаюсь. КМС. Встретится он с победителем пары Кукарин Владислав и Севицкий Павел. Четвертая пара бойцов. Победитель пары Лановенко Иван и Козлов Данила. Ваня, теперь ты знаешь. Победитель пары Голосов Богдан и Кучинский Виталий. Пятая пара бойцов. Победитель пары Евтюшкин Виктор и Козловец Тихон. Встретится с Матвейченко Иваном по прозвищу Крымский Загар. Да, это Крымский Загар. Следующая пара бойцов. Победитель пары Костюченко Богдан и Савченко Владислав. Встретится с победителем пары Радько Антон и Гребенюк Данил. Следующая пара. Победитель пары Победитель пары Ярыш Роман и Булгаков Дмитрий. Встретится с победителем пары Махмадов Джавид и Макогин Роман. Так, продолжаем, продолжаем. Тишина, друзья, тишина. Итак, следующая пара бойцов. Победитель в поединке среди Бородин Михаил и Семенюк Вячеслав. Кто-то из этих бойцов. Встретится с бойцом по имени Коваленко Виталий. Встретится с Котом Романом по прозвищу Викинг. Встретится с Котом Романом по прозвищу Викинг. Так. Карастышев на связи. Итак, наша следующая пара бойцов. Победитель в поединке между Карасем Андреем и Пестуном Ярославом. Встретится с победителем пары Бигари Павел и Маложон Валентин по прозвищу Десант. Итак, десятая пара бойцов. Победитель в поединке Деркач Дмитрий и Ляшенко Дмитрий. Пижон, когда я уже тебя вытяну? Встретится с победителем в паре Разумович Игорь, Пестун Тарас. Продолжаем. Следующая пара бойцов. Победитель в поединке среди бойцов Чихутин Эдуард и Мецгер Сергей. Встретится... О, с кем-то из одних. О, Пижон. Дума, Владимир? Поздравляю вас. Пожалуйста. Следующая пара. Победитель в поединке Камар Захар и Буц Виталий. Где эти листики? О, есть. Встретится с Пастушенко Владиславом. Так, тишина. Базарите тут. Следующая пара. Обертий Сергей по прозвищу Роберт. Встретится... С Ткаченко Александром. Продолжаем, друзья. Следующая пара. Победитель в поединке Даньшин Ярослав и Сераштан Богдан сразится с Шуканом Пётром. Один из самых возрастных бойцов нашей организации. Последняя пара, подсказывают ребята, найти бы теперь в этой огромной коробке. А так можно уже, если последняя. Да. Победитель пары Сахибов Рахматулла и Каюмов Наим встретятся с Борисенко Спартаком. С Геничинска парень. Володя. Итак, друзья, напомню, что гран-при на вылет, если победитель получил травму, автоматически в гран-при проходит проигравший боец. Но если оба бойца получили травму, вы можете вернуть своего любимчика. Оставляйте под данным видео комментарии. Самое большое количество комментариев с упоминанием вашего бойца даст ему шанс вернуться в нашу организацию в рамки гран-при. Спасибо вам. Итак, друзья, мы продолжаем нашу жеребьевку в гран-при. Сейчас будем делать жребий в легком весе для ивента, который состоится 19.06. Первая пара бойцов. Победитель пары Аракелян Амирбек и Казакевич Олег. Сразиться против. Победителя пары Олейник Назар и Семенов Кирилл. Напоминаю, что в такой последовательности, как я читаю бойцов, так и формируется наша турнирная сетка. Вы это увидите в конце видео. Вторая пара. Кондратюк Владислав. Сразиться против. Бережняка Артема. Напомню, что поединок Бережняка Артема был с Пашей Павловым. Паша и его тренерский штаб приняли решение, что они снимаются с гран-при по своим причинам. Паша вам потом в социальных сетях своих расскажет более детально. Данный поединок уже есть на ютубе, поэтому в связи с отказом, скажем, угла Паши Павлова проходит Бережнюк Артем в рэн-при далее в легком весе. Для живого. Третья пара бойцов. Победитель пары Курмашвили Ладо и Радченко Сергей. Сейчас вы чуть-чуть не видите, но в кадре сбоку, буквально на вытянутой руке, можешь поздороваться. Сидит Ладо. Также его тренерский штаб и Ладо решили дальше не идти в гран-при, а драться в рамках своей весовой категории за пояс. Поэтому автоматически Радченко Сергей по прозвищу Радчик проходит дальше. Продолжаем, друзья. Встретиться с Матвеевым Юрием. Следующая пара бойцов. Победитель пары Светличный Евгений и Калашников Антон. Встретиться с Кохловым Андреем. Пятая пара бойцов. Победитель пары Сечко Валентин и Фёклин Реал. Сразиться с победителем пары Симбаба Игорь и Боднарчук Сергей. Продолжаем. Победитель пары Краминский Евгений и Павлишин Владислав. Победитель пары Данилюк Анатолий и Файзулин Герман. Седьмая пара бойцов. Нашел один. Первый боец. Манукян Карен. Привет, Харьков. Сразиться против... Сразиться против победителя пары Тихонович Олег и Ярмолицкий Илья. Завершающее. Можем сразу в коробку смотреть. Долго буду искать просто. Самсоненко Вячеслав по прозвищу Самсон против Ситарчука Александра по прозвищу Лев. Друзья, на этом наша жеребьевка окончена. Опять повторю, поддерживайте своих любимых бойцов в комментариях. Чем больше комментариев за вашего бойца, тем больше у него шанс вернуться в гран-при. Даже если он сейчас у вас побеждает, все равно топите и поддерживайте любимых своих бойцов. Ближайший ивент 19.06. Подписывайтесь на канал, лайк, колокольчик. И спасибо вам, что с нами. Всем махачьи!